Добрый день, дорогие друзья! Хочу вас поздравить с наступающим днём раёв, выхода раёв и днём раилова. Ещё начиная в прошлом году читать, изучать пчеловодство по книгам, по разным записям, я для себя отметил, что именно 20 мая считается днём, когда уже должны быть все расставленные ловушки, потому что именно с этого времени начинается активный выход раёв. Ну, в своё видео хочу показать красивые картинки, как пчёлка работает на маке, вот буквально вы сейчас посмотрите и мы продолжим. Вот так вот по маку работает пчёлка. Это вообще просто обкурились, что ли. Красивая. Ну, за моей спиной стоит такой мини-улик, как бы назвать его Нуклеус. Эта матка вышла с 8 на 9. Я показывал видео, как можно быстро и легко расширить свою семью, не вкладывая никаких денег. Вот с 8 на 9 вышла, а сегодня я посмотрел. Сегодня у нас получается 17 число и очень быстро матка начала сеять уже однодневные. Ну, червить начала по верху на одной рамочке, лазит, ползает, смотрит, проверяет ячейки. Мне это нравится. У меня есть ещё два таких Нуклеуса, где две матки сидят. Но я их трогать не буду, потому что я знаю, что матки там есть и матки там выйти должны. Вернее, если только облетятся, будет всё нормально, потому что позавчера смотрел, ещё были. Второй день стоит погода такая, лётная. Вот те матки вышли немножко попозже, поэтому надежда на них. Ну, пасека развивается. И сегодня я хотел поговорить именно о том критическом моменте, который наступает у нас у всех и по своим наблюдениям. Мы прошли этап с вами зажатия гнёзд ранневесеннего для того, чтобы ускорить засев маток, работу маток. Затем мы пошли с вами на расширение, мы прошли с вами сады, когда был хороший взяток и всё остальное. Не только сады несли, нам и одуванчики, и разноцветы разные. Вот пришла пора того, что 12-ти рамочный додан, 9-10 рамок расплода закрытого. Полторы рамки открыты, там где вышел расплод и матка там сейчас усиленно всё это засеет. Стоят магазины, пчелка лишняя поднимается в эти магазины, но я смотрю, что пчела стоит на вентиляции днём. В каком случае она становится на вентиляцию, если ей жарко или если они начинают парить мёд. То есть они поднимают температуру ночью, выделяя влагу, а в вентиляции они эту влагу из уля убирают. Но, понимая и глядя на то, что ульи сухие, крайние рамки, где у нас был мёд с вами, они стоят сухие. Туда уже матка заходит для того, чтобы начать червить там. И я сейчас понимаю, что уже магазины не спасут. Спасёт нас что? Спасёт нас с вами только начало деления семей. У многих пчеловодов... Да, сейчас я продолжу. Да, лучше, наверное, показывать, как работает пчёлка. Несёт обножку, но больше она идёт хоть с каким-то нектарчиком. Сейчас у нас пошёл черноклён, татарский клён или другое название его, не клён. Ну, это не является основным взятком, и для семей это мало. Так как я уже смотрел, я вам говорю, что, допустим, вот этот контрольный улик. Здесь вот пчёлка, подмор, выгребают они. Здесь пчёлка стоит на вентиляции. А вот одна уже, мы можем посмотреть с вами. Что она вентилирует? Места мало. В улях мало места. Поднимать магазины, охлаждать гнездо. Это как один из способов охлаждать гнездо. И при этом мы уменьшим работу яйцеклапки маток, понимаете? А нам это не надо, правильно? Поэтому я сегодня сделаю что? Я сегодня просто-напросто возьму по одной рамочке. Вот, уже у меня семьи. Вот, смотрите, здесь у меня магазинчик стоит. Там магазин, там магазин, там магазин стоит. Вот одиннадцатая семья развивается. Ей надо будет магазин ставить в ближайшее время. Вот, наверное, может быть завтра буду ставить. У сильных семей я сегодня заберу по одной рамочке, сделаю отводки. Отводки я опять, ну, пока о них говорить не буду. Это не сборные отводки, это отводки. Я вот приготовил свои пакеты, в которых я привозил пчёл. В эти пакеты я сделаю отводки по две рамочки, плюс медовая. Да, о, медовые рамки. Вот эти побольше несут. Ну, хорошо, хорошо работает. Пчела сегодня, она не облётывается. По медовую рамку я скажу, вот, братство среди пчеловодов всё-таки есть. Я говорил, что в нашей деревушке нашлись пчеловоды, которые есть на ютубе. Вот Иван, мы с ним писались там, вписывались. Прямо в губу укусил, а? А вот не лезь, не лезь, когда пчела работает. Хотел помочь убрать. Ладно, не буду, как скажете. Вот, я к нему заехал. Вчера познакомились и поговорили. Посмотрел его прекрасный дом. Посмотрел его участок под... Это не дом, это место отдыха просто, понимаете. Очень прекрасно. Там и пруд у него есть, и карась водится, и всё. Человек отдыхает, несколько семей у него. Ну, мы когда поговорили о том, что я собираюсь сделать отводки, там надо будет мне маток забрать, мы с ним поговорили. Он мне со мной поделился, дал пять рамок с медом. Ну, понимаете, вот эта помощь, потому что у меня мед фактически закончился. И я купил мед для того, чтобы делать подкормку. Это как ещё один из методов уйти от роения из-за того, что гнёзда у нас сухие. Вот, я решил давать жидкий мед. Разводить его с водой. Уже, как бы, сироп я не рискую давать. Вот, всё-таки, пчёлы начинают печатать то, что есть какие-то маленькие излишки. И боюсь, что, чтобы этот сахар уже не попал, сахарный сироп в мед. Вот, хотя, они большинство его сейчас пускают на кормление семьям. Вот, поэтому буду кормить пчёл, забирать у них по рамочке. И посмотрим, что из этого получится. Да, ещё забыл сказать, что посмотрел сегодня у Колчина. Забыл, как имя. Тоже вот, подписан на дедушку. А дедушка у нас такой, что, по-моему, 50 лет уже в пчеловодстве. Это Орехозуевский район Московской области. Кто подписан на него. Вот, он хорошие советы даёт. Такие, жизненные. Как и что делать. Вот, и я знал, что, чтобы проверить, роится семья или не роится, ставь им вощину, что я и сделаю сегодня. Вот, а ещё способ. Это просто лёгкий способ, не залазя в семью, посмотреть по побелке. Если рамочки белятся, верхний край, значит, пчела работает, значит, пчела не в роевом состоянии. Вот, поэтому сегодня будем применять все эти методы для того, чтобы уходить от роения. Хочу сказать, что на данный момент из тех 12 семей у меня в роевом состоянии нет ни одной. Это я могу заявить твёрдо. В одной семье у меня был маточник, который я, когда начал подкармливать. Вот, маточник, ну, он перестал развиваться. Его не разгрызли, но там внутри ничего. А, вернее, да, в нём было уже молочко, но он перестал развиваться. И я его не стал убирать для того, чтобы посмотреть, запечатают они или не запечатают. Продолжится работа по запечатке маточника или же при кормлении остановится. И вам тоже будет интересно узнать об этом положительном или отрицательном опыте. Ну, в заключение начала обзора я хочу сказать о том, что всё-таки учителя, которые нас учат, которые нам показывают, как вести наше хозяйство. Вы сначала нам показываете, как что делать, да, а потом показываете, как вы ловите раи. Никто не зарекается от выхода роя. И я благодарен тем людям, которые показывают, потому что на этом мы тоже учимся. Это надо видеть, это надо знать. Вот единственное, что хотелось бы, чтобы у всех, кто начинает, раи не уходили. Поэтому ещё раз хочу поздравить с Днём Раёв и Раиловов. Ну и приступим к работе. Вот первая семья, с которой я хочу взять рамочку на отводок. Это 12-я у меня семья. Семья развивалась с августовского отводка. Хорошая матка. Начала сеять. Стартовала очень хорошо. Вот с неё я вывел три маточки, которые у меня в нуклеусах располагаются. И можно посмотреть, сколько рамочек здесь осталось старых. Вот. Раз, два, три. Все остальные рамки это я им подставлял. Или они ващины у меня ранней весной тянули, обновляли мне парк. Или же это уже позже, уже под расплодом. То есть все рамки фактически новые. Вот в этой семье у меня из 12 рамок 10 с расплодом. Поэтому я одну рамку заберу и подставлю им ващину. В подтверждение моих сказывает слов, вот новая рамка, новый расплод. И вот они сразу пошли в мисочки. Конечно, у них сейчас ничего нету. Но это сигнал к тому, что семья готовится к роению. Ну, не снять, не показать маточку. Посмотрите, какая шикарная, какая попка у ней. Вот эту вот породу, не знаю, карника или карпатка. Из пятимата, которую я покупал, осталась вот одна. Её сразу приняли. Она сразу работать начала с августа. В зиму хорошо. Они на пяти, на шести рамках ушли, по-моему. И до сих пор это считается для меня одной из лучших семей. Кто разбирается, скажите, это карпатка или карника? Кстати, вот эту рамочку тоже хочу. Один из признаков приближающейся роения. Вот посмотрите, как она засеяна, рамка. От бруска до бруска, под самый низ. Маточников нет, конечно. Но пчёлка подвисает, подвисает. Ну и эту рамочку тоже крайнюю покажу. Вот так вот сметка свежего. Так вот они белят, закрывают. Так что в таком состоянии семья. Так, ну и хочу показать, что делается в магазинах. Тут я давал рамки такие покоцанные, чтобы они хоть как-то работали. Ну вот, работают. Начинают они их так оттягивать. Вот, давал им вощину. Посмотрим, что тут с вощиной у них. Ну тоже вот. Висят, понимаете? Висят, даже в магазине висят. Поэтому расширил на одну рамку вощины там. Здесь вот свеженькая рамочка новая. Посмотрим, что с ней. Ну да, тут начали тянуть. Начали тянуть. Я у них забирал оттянутые рамки. Вот, и обратно им ставил туда. Поэтому, слуш, оттягивают в принципе. Какая работает пчела, какая не работает. Но то, что какая-то пчела не работает. Это говорит о том, ребят, что взяток слабый. Брать нечего. Вот. Пчела работать не хочет. Она мед не перерабатывает. Она висит, лежит. В положении дел надо спасать. Я больше не буду показывать сейчас семьи, улики. Время тратить ваше. Вот. Единственное, что я свой вывод как бы выставляю на обсуждение. Прав я, не прав. И как вы уходите от этих методов. И второй у меня такой вопрос. Возник, как обычно мы обсуждаем в комментариях своих. Вот сбор пыльцы. Я понимаю, что это полезная штука. Вот там у меня теща работает с тестем внизу. Перец сажают. Вот. Я понимаю, что это очень полезная штука. Вот. Ну и люди собирают ее. Кто на продажу, кто для себя. Их права. Да и я тоже, наверное, буду собирать. Но вот весенний сбор пыльцы. Люди ставят в конце апреля, в конце мая. Вот я смотрю, Серега пчелка ставил. Ну и как это влияет на развитие семей. Потому что вроде как пыльцы и так не хватает им. А мы еще у них забираем. Или же это лишняя пыльца. Давайте тоже этот вопрос обсудим. Вот. Я сейчас посмотрю другие семьи. Если проблем не будет, таких сильных там маточники. Ну, даже если будут маточники. Понимаете, это вопрос, он как бы решен. Они должны быть. Я хочу закончить на этом. Пускай будет ролик покороче. Поздравляю вас всех еще раз с днем Райлова и выхода первых раев. Ну и дай бог, чтобы у каждого их не было или совсем выхода. Или же случалось как можно реже. И чтобы они были запланирую. Как у Сереги. Он мне написал, Сергей Змеевский с Херсонщины. Он говорит, я это планирую. Планирует человек, пускай планирует. Это его дело. Мы его тоже смотрим. Учимся. Перенимаем опыт. Поэтому жду ваших комментариев. Всем привет. И удачи.